В Тверской области прошла торжественная церемония закрытия международной поисковой экспедиции «Ржев-Калининский фронт». В четверг, 17 сентября, у подножия памятника советскому солдату близ деревни Хорошего собрались поисковики, родственники солдат, останки которых были найдены в ходе экспедиции, а также почетные гости мероприятия. В их числе специальный представитель президента России Сергей Иванов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также помощник президента России Владимир Мединский. Для Валериана Матвеева 17 сентября 2020 года стала особенной датой. В этот день, спустя семь десятков лет, он наконец-то смог проститься со своим отцом, уроженцем Башкирии Батыршой Матвеевым. Красноармеец погиб на Ржевской земле в ходе одних из самых кровопролитных боев Великой Отечественной войны. Обнаружить тело солдата удалось во время поисковых работ в рамках экспедиции «Ржев-Калининский фронт» этого года. Стоя у гроба своего героя, сын погибшего не смог сдержать слез. Спасибо вам всем поисковым отрядам, всем народу, всем народу, помогавшим мне найти отца. Спасибо всем. Батырша Матвеев стал одним из 704 солдат, останки которых были подняты поисковиками при работах в окрестностях деревень Муравьёва и Медведева Ржевского района. С использованием тяжёлой техники было вскрыто крупное захоронение. В общей сложности поисковики обнаружили 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Примечательно, что за всё время проведения экспедиции, именно в год 75-летия Великой Победы, удалось поднять самое большое количество останков погибших на этой земле воинов. Тем не менее, как рассказывают сами поисковики, работы у них ещё очень много. Не гонимся мы за цифрами, за какой-то статистикой, надо просто искать дальше. Потерь было очень много, но найдено баллы. Так что работа будет продолжаться и работа хватит ещё на века. Работу поисковиков высоко оценили почётные гости торжественного закрытия экспедиции РЖЕ в Калининский фронт. Как отметил специальный представитель президента России Сергей Иванов, поисковые отряды выполняют огромную работу, которая важна и нужна не только для всей страны, но и для иностранных государств. Это место является одним из святых, на мой взгляд, с точки зрения подъёма павших в Великую Отечественную войну. С октября 1941 по март 1943 года здесь постоянно в одном месте шли бои, практически в одном месте. И здесь сложили голову сотни тысяч наших соотечественников. Глава региона Игорь Руденя подчеркнул, что Тверская область принимает международную военную историческую поисковую экспедицию уже в пятый раз. И с каждым годом интерес к поисковой деятельности на территории Верхнего Лжья только возрастает. Мы отдаём дань уважения нашим воинам, которые отдали свои жизни за наше сегодняшнее независимое государство. И я хотел бы поблагодарить всех, кто ежегодно принимает участие в этом мероприятии, и сказать, что эта работа будет продолжена, пока мы не захороним нашего последнего солдата. Торжественная церемония захоронения останков солдат, обнаруженных в ходе поисковых работ, прошла на Ржевском мемориальном кладбище советских воинов. Её предварял траурный митинг, после чего советским солдатам были отданы последние почести. Также в этот день поисковикам, участникам экспедиции Ржев-Калининский фронт, были вручены региональные награды. В частности, были отмечены командиры поисковых отрядов «Пионер» из Москвы Михаил Богданов и «Енисей» из Красноярска Владимир Волошенко, а также генеральный директор фонда «Союз поисковых отрядов» Юрий Смирнов и член сводного поискового отряда Тверского регионального отделения «Поисковое движение России» Алексей Наследников.